Здравствуйте! С вами интернет-магазин Стеклоподъем.РФ. Сегодня мы заново расскажем вам, покажем процесс установки электрических стеклоподъемников Форвард на Ниву. Во-первых, производитель по нашей просьбе внес изменения в конструкцию стеклоподъемников, благодаря чему их установка стала еще проще и работать они стали еще надежнее. А во-вторых, эта инструкция будет более подробной и полезной для вас, чем та, которая у нас уже есть, хотя и менее зрелищной. Сейчас вы видите перед собой сами стеклоподъемники. Итак, что же было изменено? Слева расположена обновленная модель, а справа та, которая выпускалась до сих пор. Изменения коснулись главным образом каретки стеклоподъемника и переходной пластины, при помощи которой она крепится к обойме стекла. А также была несколько укорочена сама направляющая стеклоподъемника. А сейчас обновленный стеклоподъемник лежит ближе к нам, и вы можете видеть, насколько его рейка стала короче. Итак, начинаем установку. Сегодня мы решили обойтись без девочек. Все, разбираем дверь. Ну да, вот, соответственно, снимаем заглушку. Снимаем ручку двери для начала. Соответственно, три винта. Разборка сегодня мужская, сами догадаются все. Снимаем с ручки декоративную накладку. Секрет снятия ручки механической стеклоподъемника. Вот сюда ближе можешь взять прямо? То есть надо отжать нижнее кольцо и потом сюда вверх выщелкнуть, потому как вот здесь защелкнут. Вот она защелкнулась. Нижнее кольцо отжимаем, это сюда вверх поднимаем. Снимаем установленные динамики. Так как машина много БУ, тут уже все на саморезах. Отщелкиваем оставшиеся защелки. Защелки, клипсы. Снимаем накладку. Порядок действий любой. Начнем откручивать стекло. Вот начинается матершиняя слова. Ну, Катя. Бывает, что не Катя. Не идет. Миво. Пока там все это дело отмыкает, снимаем. Три здесь, одна здесь. Ну, и вот, и потом. Дабы снять его, проще со всех роликов, проще его перекусить просто. Успех! Поднимаем стекло, потому как здесь оно упирается. А что сейчас надоедет? Еще раз перекусываем. Дербаним все. Прежде чем выкинуть на свалку, все надо раздербанить. Давайте стекло от греха. Оно у нас и так тугое. Мы его все-таки... Да. Да. От греха заблокируем отверткой. Стекло подъемник делит. Так. Осталось нам открутить стекло. Ни фига не хочет откручиваться. Опускаем в удобное нам место, чтобы был нормальный доступ. И пробуем. Пробуем, пробуем. И пробуем. Ага. Один пошел. Важен результат. Второй вообще в легкую пошел. Смотри. Руки сегодня без ногтей и немного грязи. Поднимаем стекло до тынды, дабы оно нам не мешало. Вот такая инструкция идет со стеклоподъемниками. Теоретически все расписано. На практике мы попробуем. На практике у нас не сошлось только вот это. Вот привязка вот у этого не очень к местности. Этот там нормально, а вот здесь привязка не очень. Два сантиметра только. Два миллиметра, то есть все. Так, у нас отсюда получается, да, от этой. Да. Давай попробуем. Отмеряем 276. Ну, мы все делаем по-пацански. 275 будет. Ну, глобально. А тут у нас рядом саморез был включен. Это хорошо. Нашим проще. Сверло восьмерка. И пошли. Сверло восьмерка. И пошли. Заряжайте аккумуляторы заранее. Ну, ладно, сейчас принесу другой аккумулятор. А еще лучше, да? Купить икорей. Ну, это потому что здесь это дыр. Ладно. Сейчас сделаем по-другому. Все, берем. Вот, показывать будем. ну вообще в простонародье это называется морковка но примеряем вот теоретически вот так вот должен стоять по подъемам ну во первых чтобы не поставить право-лево тут все написано что стеклоподъемник левый на втором соответственно что он правый во вторых верх ногами его не поставить потому как вниз он шире и стекло уходит ближе к наружной кромке поэтому легко и мы ждем вот так стоять хорошо чтобы короче и вот эту надо здесь менять защелку ну либо проверить чтобы она была защелка еще перед установкой надо подать питание чтобы вот этот вывести они причем все заводские вот так приходят как туда закручивать надо подать питание так буквально на столе на коленке так сказать для этого у нас есть блок питания эти и другие замечательные вещи присутствуют всегда но из того клан авто мы находимся по адресу единственное что надо его перевернуть надо во первых показать что для чего все это дело да как бы потому как завода сквоподъемник приходит вот так дабы прикрутить план не предоставляется возможным его надо под чуть-чуть поднять синий у нас такой палевный вот и все так он у нас будет в двери планка у нас стоит кстати да да планка у нас стоит вот так ходи с богом но это дело все мы с набора берем вот это дело у нас даже есть драйвера то есть вот так все это дело будет стоять изначально здесь затягивать не надо потому как потом все это дело будет регулироваться ход ход есть и все должно встать нормально верхнюю крутани вот примерно вот такая картина у нас должна получиться вот так он у нас должен стоять посмотрим но здесь пока изначально так все это дело примерно ставим тоже не затягивая чтобы так ходила и вымеряем и вымеряем где у нас должно быть второе отверстие инструкция у нас нарисована два сантиметра но хорошо на 20 миллиметров выше вот этой нижней кромки где наше супер-супер-оружие где-то у нас вот здесь выходит ну конечно тут два сантиметра нет посмотрим ничто не мешает сделать дырку побольше вот теперь замеряет идеально папа делает все идеально наворачиваем второй опускаем стекло и подгоняем стекло у нас держится конечно очень жестко если у кого-то стекло будет ходить туго и так далее и тому подобное по идее менять надо бархатки либо помыть их либо поменять вот вот так у нас пока нижняя планка не закрепленная здесь подгоняем конкретно по стеклу так вот так все встает идеально ну наверно да скажем так пусть эти слова услышит моя мать и учитель труда главное не про ехать всякие запчасти да родными же винтами возможно там кстати с набора какие-то подойдут ну зачем изобретать что-то новое когда есть родные вот как-то так стекло у нас стоит ну давайте попробуем здесь сразу потянуть туда хотя не факт сейчас проверим проверяем на сколько ходит вот уже криво пошло вниз для того все это дело пошло ровно сейчас еще чуть запустим и четко приподнимем так ну а теперь настраиваем все что да где да как ну-ка все гениальное просто ладно сейчас чуть-чуть еще попробуем переиграть переиграть нам надо здесь наверное уже вряд ли получится да хотя почему вот таким образом стекло упираем и подтягиваем проверяем еще раз залетает буквально конечно ну повторяю чтобы лучше ходила конечно в идеале поменять бархатки они тормозят стекло ну так как этот автомобиль niva и это не критично скорость захода стекла мы это делать не будем вот и все ну комплект проводки он стандартный то есть две фишки два мотора общая масса плюс и подсветка разматываем смотрим кнопки должны быть стоять вместе соответственно в этом есть небольшой минус ну да ладно давай мы же по чесноку да так как эту фишку довольно таки проблематично проводить через гофру и так далее отсоединять все это дело мы это все дело проложим конкретно проводами соответственно здесь мы эту фишку тоже удаляем и здесь эту фишку удаляем это чпок по чесноку так по чесноку есть у нас вот такая вот зачистка зачистка с этой стороны соответственно мы проделываем то же самое и оп мы здесь в основании мотанем изолентой ну в идеале для дотошных конечно изолентой можно мотануть в нескольких местах ну что мы в итоге сделаем в принципе ну так как автомобиль уже был большинства креплений здесь нет вкручиваем то что есть снимаем обшивку не все крепления присутствуют сняв обшивку снимаем отгибаем шумку через это окошечко наша задача протянуть эти два провода в дверь чем мы сейчас и займемся два провода которые идут на мотор просунули провода через стойку просовываем их в дверь и не извлекаем вот такая картина у нас получается удаляем эту изоленту зачищаем ну где-то миллиметров пять можно отрегулировать даже все это круто так ну и сразу так здесь у нас уже чуть побольше мы сейчас это дело подрежем есть есть у нас вот такой вот как бы его правильно назвать коннектор соединитель который выполняет замечательную функцию то есть один провод соответственно мы с этой стороны вставляем вот уже просто держи сюда поближе чуть все нормально второй с этой и сжимаем вот вот такая у нас конструкция получается теоретически можно было все это дело конечно смотать сделать скрутку и замотать изолентой ну мы сделали так по поводу скруток и паек паять проводку на автомобиле не самое правильное решение потому как пайка статична соответственно будет обламываться проводка жилы медные от вибраций а скрутка она никуда не денется кто бы что не говорил вот вам еще один секрет ну у нас есть вот такие вот коннекторы ладно вот и все провода в двери далее прокладываем так чтобы не мешало стекло излишки конечно вытягиваем салон вот примерно так у нас все это вот она дверь готова по подключению смотрим ну в этот раз нам повезло провода все соответствуют то есть соответственно черные это масса это масса минус кто как хочет называть то есть привернуть его надо на кузов чтобы был контакт красный это у нас плюс либо постоянный плюс чтобы стеклоподъемники работали без зажигания независимо от зажигания либо можно найти плюс по зажиганию там где он появляется при включении зажигания подключить в таком случае в варианте у нас стеклоподъемники будут работать только при включенном зажигании синий провод это подсветка сюда соответственно дать плюс при включении габаритов чтобы кнопки красиво подсвечивались в темное время суток все все банально все просто так здесь кнопка включения габаритов ближнего мы ее будем переносить вниз потому как внизу кнопка на задний дворник машина у нас пикап соответственно дворника такого нет эту кнопку просто убираем ну варианты это задняя подсветка она скорее всего есть а вот заднего дворника точно нет поэтому эту кнопку мы переносим сюда а здесь ставим одинаково кнопки управления стеклоподъемник соответственно для этого нам надо немножечко разобрать салон понеслась чем-то другим прикручено рычажки управления отопителем как бы не проблема просто единственное тут защелка соответственно надо будет попасть приподнять далее вынимаем всю консоль отстегиваем фишку с кнопки подсветки она у нас будет стоять в другом месте кнопка заднего дворника у нас убирается на ее место мы ставим включение освещения внутри литье мешает кнопки не заходит она то есть срезаем это литье немножечко расширяем так сказать посадочное место кнопки ну вот так вот мы подогнали наше место под кнопку вставляем кнопку сюда здесь соответственно проводку надо опустить нижний разъем подсоединяем и проверяем здесь вообще подсветка есть одна на всех мы за ценой не постоим проверяем подсветка работает далее заводим провода стеклоподъемника заводим провода насколько позволяет еще один минус проводки маленькое расстояние между проводка предназначена совсем близко стоять у нас так дальше соответственно здесь это дело расчленяем и наращивая но это же занятие для настоящих мужчин гараже как бы не напрягаешься и при деле все провода мы удлинили нам их должно хватить да да достаем кнопочки из комплекта кнопочки у нас у таких коробочках плюс соответственно рамка прямоугольная так как у нас здесь заглушки вставляем в рамку все красиво рамку вставляем сюда все красиво за отличительный этап вставляем фишку вот так это все дело будет выглядеть ну давайте вторую сразу тоже ставим эти провода соответственно мы будем протягивать пассажирскую дверь теперь питание масса да да для большинства это самое проблематичное но по поводу по поводу подсветки кнопок если это действительно на подсветке если у нас не мальчали давайте машин меньше а масса сейчас 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 это я нас два это я думаю что то он толстый для подсветки а вот этот скорее всего да свет как это будем озвучивать данном случае у нас получилось черный как положено масса обычно с этим они не ошибаются подсветка и питание перепутали соответственно красный у нас тонкий провод сечением он пойдет он идет на подсветку он дает подсветки кнопки а синий получается силовой он идет на управление моторами далее значит выходит красным и подключаем подсветки подключить можно где угодно в данном пока подсветки в данном автомобиле у нас здесь есть прям рядом подсветка управление печки банально подрубаемся здесь же вот на данном автомобиле это к этому проводу чтобы это все зачистить я делаю так старым проверенным способом вот пожалуйста делаем вот такую врезочку для нормального крепления жилы разъединяем на две составляющие этот провод просовываем внутрь видно хоть что-нибудь и делаем несколько витков вокруг соответственно все это дело изолируем масса у нас основательно есть саморез крепления блока управления отопителем под него мы засунем он висит соответственно массе под него мы засунем массу стеклоподъемников по желанию кто-то кто хочет может сверлить отдельно отдельную массу именно по стеклоподъемники но разницы никакой абсолютно я сказал и это вам теоретики говорит практикующий автоэлектрик кто там диванные войны и бойцы и так далее вот так я наша масса суда мы одеваем массу и заворачиваем обратно да да вот масса у нас есть соответственно при включении габаритов у нас подсвечиваются кнопки и остается у нас один провод питания эти два провода так так это мы все дело прячем да питание ну питание по желанию кто-то тянет это все вплоть до аккумулятора плюс постоянный кто-то как обычно что чаще происходит берут с прикуривателя на этой машине прикуривателя нету но мы можем взять замка зажигания к примеру сейчас мы это дело удлиним и немножко вернем назад сборку производим в обратной последовательности жаль только жить в эту пору прекрасно что придется не умеем тебе бог на здоровье вот такие вот с одной стороны вот так с другой стороны вот так машину потому что от нормальную покупать а ниху эту пищу сделай сам до для того чтобы собирать есть до народу можно подключить по желанию на любую цепь более менее силовую вот теперь все подключено проверяем работу еще одна ошибка что бывает происходит при удлинении проводов перепутали полярность соответственно сейчас я нажимаю на поднятие а стекло опускается нажимаю на опускание стекло поднимается это не проблема это не брак просто надо перекинуть полярность на моторе все что мы в принципе сделаем работают корректно ровно это из плюсов проводка ну минусы вы видели то есть не стоит обращать внимание на цвета проводов в случае чего всегда можно удлинить можно укоротить но я не нуждаюсь рекламе я не нуждаюсь рекламе стекло в ниво изначально опускается не до конца по одной простой причине есть сейчас нам оператор покажет видно внутренность ограничители с конец так вас здесь и там еще одно из-за чего не опускается стекло до конца сейчас мы стекло чуть переподняли если его пустить вот она упирается сюда в эту резинку резиновое кольцо с этой стороны тоже самое поэтому в этом случае это не огрех стеклоподъемника это конструкция эти и другие стеклоподъемники вы можете купить в интернет-магазине стеклоподъем.рф заходите к нам на сайт оформляйте покупки или звоните нам по телефону 8 800 333 10 59 каждый день с 9 до 21 часа звонки со всех телефонов россии бесплатные приятных вам покупок гимова слава богу пошли